Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Я начинаю свой влог с хороших новостей, как всегда, потому что я пытаюсь окончательно избавиться от некоторых тональных средств и, ну, путем, конечно, их использования частично отдаю, дарю кому-то, потому что когда-то я переборщила с их количеством, но когда еще пользовалась тональными средствами так активно, довольно много, наносила на все лицо, сейчас же я очень мало их использую, и вы все знаете, что я люблю наносить консилер просто на центре лица и, в общем, на этом останавливаюсь, то есть у меня не так много каких-то тональных средств всегда на лице, я люблю более такие легкие макияжи. Сейчас у меня консилер слегка, буквально чуть-чуть под глазами и, ну, вот здесь немножко и чуть-чуть на подбородке кое-что я вот тут замазала, все, тонального средства нет, то есть снова я его не использовала, но одно у меня все-таки закончилось, каким-то чудом в моем проекте использовать по максимуму, поэтому и сейчас с вами поделюсь хорошей новостью. Тональный крем, а скорее даже увлажняющий крем с тональным эффектом. Называется он Hydro Queen Tint Moisturizer SPF 15, здесь закончился у меня, он в персиковом таком оттенке, это номер 00, он не перекрывающий, он не слишком какой-то яркий, я могу вам вот тут осталось вот буквально чуть-чуть показать оттенок, в номере 01 он уже бежевый, то есть вот этот он такой еще персиковый, но он подстраивается, он куда-то там исчезает, то есть он становится такой, знаете, ну, вот это я много нанесла, то есть такой более прозрачный и не слишком перекрывает какие-то недостатки, он не застывающий, он легкий, в общем, как CC крем, что-то движется, что-то заканчивается, я очень-очень этому рада, еще минус один продукт из моего проекта. И есть у меня еще такая палеточка, я вам давно ее не показывала в своих видео, она вот такая, это когда-то была лимитка, я уж не помню, какого там мохнатого года, но здесь вот такие оттенки, вам они нравились, я делала несколько вариантов макияжа с ними, с синим и с оранжевым, кстати говоря, сейчас у меня на подвижном веке, он очень красивый, он с такими блесточками легкими, я дотерла, ну, максимально просто, сколько смогла практически до дна, и коричневый, и оранжевый, и все, я поняла, что я сдаюсь, потому что все, кроме оранжевого, стали плохо тушеваться. Тени, вероятно, уже просто подошел срок годности их, и, ну, точнее, закончилось давно, и я не очень обращаю внимание на сроки годности сухих продуктов, то есть пока хорошо тушуются, у них приятный такой, ну, нейтральный аромат, и ничего не испортилось, то есть пока тушевка хорошая, пока я комфортно себя чувствую ими пользоваться, я пользуюсь, но когда начинают уже плохо растушевываться, вот сегодня я делала с помощью коричневого вот этого светлого оттенка и оранжевого макияж, я с трудом, с трудом коричневый в складке растушевала, мне приходилось очень-очень много времени на это потратить, поэтому я так думаю, что несколько раз я еще оранжевым воспользуюсь, потому что он хороший, он хорошо тушуется, это очень красивый оттенок, вы видите, да, он похож на какой-то такой даже больше золотистый, но со всеми остальными оценками мне придется уже проститься, и по окончании этого проекта я с этой палеточкой вообще прощусь, просто ее выброшу, потому что уже все, она себя изжила, и поскольку время в тот день, когда я начинала эту съемку, у меня закончилось свободное, я имею ввиду, я продолжаю в следующий день, у меня есть еще два хороших очень результата, в моем проекте я использую по максимуму, и первый результат, точнее, какой уже второй, да, результат, потому что тональный крем у меня закончился полностью, как вы поняли, это еще одно донышко в моей палеточке от Catrice, первое, то, что я вам показывала, вот в этом оттенке, я всегда оформляю им складку, и второй, вот он, тоже уже есть донышко, так, внимание, у меня отваливается прямо на ходу уже все, разваливается эта палетка, я приближаюсь к донышку вот здесь, здесь и вот в этом самом хайлайтере, сейчас попытаюсь ее обратно вставить, да, очень не такая, не долговечная палетка, ничего не поделаешь, я имею ввиду, упаковка, да, можно нормально, можно вставить обратно, но зато тени сами по себе хорошие, бюджетные, то есть просто обращайтесь с ними аккуратно, не так, как я, она у меня пару раз падала, поэтому уже она педненькая, у меня вся развалилась, напоминаю, это номер 010, Blossom and Roses оттеночек, и вот такие вот здесь цвета, я очень рада, что не просто так у меня все лежит, но используется как-то, как-то я нахожу этому применение, и сама себе удивляюсь, что тени, например, которым я была абсолютно равнодушна и не считала их какими-то очень хорошими, интересными, оказались очень даже неплохими, и я уже не раз вам эту палетку хвалила, и также у меня была, как вы помните, пудра, она и в прошлых проектах была у меня от Lancome Tent Miracle, она у меня в номере 01 Beige, и я ее смешала вместе с румяными от бренда Eva Mosaic, они были прямо такого темно-коричневого цвета, больше были похожи на бронзер или даже скульптор, и у меня получился вот такой вот оттеночек, вот такой, очень похожий на бронзер, то есть такой, который мне подходит, он сейчас у меня на щеках, я его активно использую, вы видите, какое здесь огромное просто дно уже образовалось, так, знаете, внезапно открылось, и оно, видите, бежевое, поэтому было не сильно заметно вначале, но потом выяснилось, что я вот столько уже, оказывается, использовала, я рада, потому что цвет хороший, для меня нормально подходит, то есть я рыженькая такая, ну, каштановая, поэтому мне такой цвет нормально, теплый, но я знаю, что не все любят теплые бронзеры, многие ищут что-то похожее на такое немножко с серым оттенком, меня такой оттенок чуть-чуть пугает, пугает и делает, знаете, каким-то таким безжизненным существом, то есть я немножко синенькая какая-то становлюсь такая, немножко неживая, поэтому я нормально отношусь, пусть лучше теплого будет цвета лицо, тем более, что у меня подтон, в общем, бежевый, да, желтой кожи, так что нормально. Я буду избавляться, к сожалению, вот от этого Люми Можик от Лореаль, я использовала сколько смогла, сейчас я уже ниже вот этой второй отметочки, к сожалению, он совсем расслоился, то есть просто, ну вот, совсем на воду и цвет, и чтобы получился, ну, хоть какой-то цвет, приходится его сильно вот так вот смешивать. Я боюсь сейчас его уже использовать, потому что он как-то льется, то вода, то масло, то вот этот вот самый перламутр, то есть непонятно. Я слышала, что у многих он расслаивается, в общем, он какой-то недолговечный, хотя здесь сроки годности нормальные, к сожалению, вот так себя косметическое средство ведет, когда им долго не пользуешься, когда оно лежит в тепле, ну, естественно, не в холодильнике, я его хранила в туалетном столике. Не могу сказать, что у меня как-то очень сильно дома жарко, но тем не менее, видимо, ему хватило для того, чтобы расслоиться. В общем, не буду, наверное, рисковать, расстану сюжет с ним, и все, что останется в моем проекте, укажу внизу в своем комментарии, я все время его закрепляю за собой над всеми комментариями, и жду вас в комментариях для того, чтобы побеседовать с вами на тему, что у вас с трудом используется, возможно, вы нашли этому какое-то применение, и интересно еще, используете ли вы вот такие вот хайлайтеры, какое вы нашли им применение, на ручки, ножки, куда вы их наносите, или все-таки по назначению на лицо, я все время его забывала наносить, поэтому он у меня вот так и медленно расходовался. И сейчас я хочу продолжить уже сложившуюся традицию на моем канале, использовать пробники для того, чтобы они не пропали, чтобы тестировать каждый раз что-то новое. Я даю вам отзыв в видео о том, что съела моя кожа пустые баночки регулярно, от тех средств, которые я попробовала в миниатюрках, пробниках, и также стараюсь снимать видео с первым впечатлением. Ну что, давайте, весь уход у меня здесь хранится, поскольку декоративную косметику я пока не использовала еще с прошлого раза, так что сегодня тянем только уход. Я хочу достать 4 пробничка, и мы с вами сейчас посмотрим, что у меня подпадется. Хотелось бы, знаете, найти то, что я ни разу не пробовала, было бы любопытно. Так, ну давайте, раз, что это? Ага, крем Eye Treatment with Avocado от Kiehl's, знаменитый крем для зоны вокруг глаз с авокадо. Он должен быть очень плотненьким таким, хорошим. Здесь есть у меня еще пробнички этого крема, 2 или 3, я не помню сколько, но я найду их сейчас все, переложу, видимо, в баночку и начну пользоваться. Я знаю, что есть те, кто обожает просто вот этот крем и на зиму покупает только его. Вот мне интересно будет его сравнить с Chesee, да, который я очень сильно люблю, Benefiance и All About Eyes Richer, которому я тоже давала вам всегда положительные отзывы. Это вот та серия, которая наполнена маслами, которая очень-очень густой такой, крем маслянистый. Будет ли он похож и понравится ли он мне настолько, потому что настолько же, как и предыдущие два, потому что он, конечно, не бюджетный. Ну, как, впрочем, и те кремы тоже, но все-таки, по-моему, он стоит столько же примерно, сколько и Benefiance. Не помню стоимость. Кто пользуется, напишите. Так, следующее, следующее. Что-то большое я нашла. Ой, что-то очень большое. Так, значит, это гиалуроник... Ага, это Richer, вот такой бренд, так называется, Richer. И это маска альгинатная с гиалуроновой кислотой. Я думаю, что мы с вами ее сделаем вместе в видео и протестируем ее. Посмотрим, насколько хорошо она увлажняет. Обычно я наношу под гиалурон, под маски альгинатные еще какую-то сыворотку, вот, чтобы улучшить действие. То есть это, как получается, баня такая для лица, да. Посмотрим. В общем, вот такой у меня вариант какой-то попадался. Он мне, по-моему, в коробочке, наверное, красоты или в подарок. Не помню, к чему. Так, ну, пока мне все нравится. Интересные пробнички достаются. Так, ой, совсем не пробовала. My Clorance Reboost крем увлажняющий. Вот такой. Надо будет почитать о нем, что за Reboost. Я знаю, что это новая абсолютно линейка в Clorance. И я не пробовала, даже не смотрела, не подходила к стенду. То есть совсем не знаю, что за текстура. Это здорово. Я как раз хотела вытащить то, что я совсем ни разу не пробовала. Если вы пробовали, уже пишите, пожалуйста, свои отзывы. Для всех будет полезно. Так, ну и давайте последний. Четвертый. Четвертый. Что-то длинненькое я достала. Ага, вот это то, что я хотела попробовать, но так и ни разу не удалось. И вот он мне попался. Где-то этот пробничек. Не помню. То ли в журнале в каком-то, то ли еще откуда-то он у меня появился. Это такой гиалуроновый алоэ гель от Garnier. Появился вот такой продукт. Они совместили гиалуроновую кислоту и гель алоэ. Должен хорошо увлажнять. Почитаю состав подробнее. Но если вы уже используете, обязательно пишите о нем отзыв. Я пока еще не пробовала, но вот как раз хотела. Здорово, что он мне достал. Ну что ж, у нас с вами вот такой вот большой выбор всего в этот раз. Надеюсь снять отдельное видео с тестированием маски и чего-то из этого. Вот. Очень много всего интересного. Все, мои дорогие. Буду на этом с вами прощаться. Огромное спасибо, что вы были сегодня со мной. Ждите следующее видео. Я целую вас, обнимаю. Желаю вам удачи и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Пока!